МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Опасно быть свидетелем. В кривом роге судят полицейских за превышение служебных полномочий. Один из них, долго не думая, берет и кулаками наносит меня два удара. Дело под контролем госбюро расследований. Сам погиб, но сумел обезвредить и задержать преступника. Мы восстановили картину произошедшего. Детали расстрела полицейского в Днепре. Начнем с важных новостей. В Николаеве задержана банда вербовщиков людей, за которые правоохранители охотились несколько лет. Эти и другие подробности спецопераций, о которых вам стоит знать в нашем дайджесте новостей. В Николаеве ликвидировали канал поставки в Россию украинцев для работы наркокурьерами. По результатам масштабной спецоперации сотрудников отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, с привлечением спецподразделения КОРД. И при поддержке областной прокуратуры были задержаны участники группировки, которые вербовали и отправляли в Российскую Федерацию украинцев работать, в том числе наркокурьерами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области. Как установлено, по прибытию на территории Российской Федерации в короткий термин все эти люди были затриманы правоохоронцами. А закордонные каналы отримали смогу показать выкрепленную картину про украинцев, которые едут до России начебто и злочинными намерами. Следствие длилось несколько лет. Установлены трое граждан, которые входили в преступную группу жителей Николаева и области в возрасте от 24 до 31 года. И установлены семь человек, которые были завербованы и переправлены за границу и в настоящее время находятся в тюрьмах в РФ. Сейчас участникам объявлено о подозрении по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины. Это торговля людьми по предварительному сговору группой лиц. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, а также вручено ходатайство об избрании меры пресечения, содержание под стражей. В Киеве 150 полицейских искали ребенка, который потерял ключи от квартиры и боялся возвращаться домой. В управление полиции города Киева обратился местный житель с заявлением об исчезновении 9-летнего мальчика. Ребенка искали 150 полицейских, нацгвардия и муниципальная охрана. Надійшло поведомление про зникнення дитини 2011-го року народження з проспекту Лісовий. За вищевказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції та працівники сектору ювенальної превенції. За місцем проживання останнього правоохоронці з'ясували, що він проживає разом з батьком 1982-го року народження, який виховує сина самостійно. На пошуки хлопця було орієнтовано півтори сотні особового складу Деснянського управління поліції, працівники Національної гвардії України та муниципальна варта. Полицейские тщательно проверили рынки, пляжи, медицинские учреждения, а также лесопарковые зоны и, к счастью, нашли мальчишку живым и невредимым. Правда, место, где он прятался, оказалось весьма необычным. Территория лесного кладбища. Родители поблагодарили полицейских за возвращение ребенка и заверили, что в дальнейшем будут больше внимания уделять воспитанию. Однако на отца все же составили административный протокол по статье 184 невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей. Менше доби знадобилось правоохоронцям, чтобы знайти дитину та повернути його в родину. Його життю та здоров'ю нічого наразі не загрозує. С ним працюють психологи. А беглецу на память подарили полицейскую кепку и блокнот, но с условием, что он больше не будет убегать из дома. Если вас вызовут в полицию в качестве свидетеля, вы ведь пойдете? Бытует мнение, что давать показания – это добровольное желание гражданина, примерно как прийти проголосовать на выборах. Однако часть 2 ст. 66 Уголовного кодекса Украины возлагает на свидетеля определенные обязанности, которые кратко звучат так – прибыть, дать показания и их не разглашать. Поэтому герой нашего следующего сюжета добровольно и, подчеркну, самостоятельно прибыл в одно из районных управлений полиции города Кривой Рог. А вот вынесли его оттуда на носилках. Что произошло? Смотрим прямо сейчас. Это Сергей. Ему 34. У мужчины растет маленькая дочь Алиса. Когда малышка родилась, отец хотел ее достойно обеспечить, но, к сожалению, уже не сможет. Да я думаю, я сойду с ума, я не верил до последнего, когда уже потом отошел от наркоза. В шоке был. Ради ребенка у меня просто дочка маленькая, 3,5 года. То есть, с ним для кого жить. До рокового случая, перевернувшего всю его жизнь с ног на голову, Сергей работал на заводе, проводил время с семьей и с друзьями. Мог выпить немного пива по пятницам. Молодой, энергичный, но, однако, он уже на сегодняшнем повине. И работник полиции являлся инвалидом второй группы. Инвалидность Сергей получил в одном из райотделов полиции Кривого Рога. Делом заинтересовались работники Госбюро расследований. Уже в 2012 году, когда принимался новый уголовный процессуальный кодекс, были заложены нормы, которые минимизировали количество пыток в правоохранительных органах. Это одна из норм, которая предусматривала, что показания свидетеля суд воспринимает только те, которые даны в суде. Государственное бюро расследований берется за уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и топ-чиновники. Создание бюро было предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом. Заработал новый правоохранительный орган в конце 2018 года. Сейчас у Сергея отсутствует два ключевых органа – левая почка и селезенка. Была проведена субметриспортиза, в ходе которой были установлены телесные повреждения. А эти телесные повреждения относятся к тяжким телесным повреждениям, опасным движениям. После того, как его доставили непосредственно из помещения районного отдела полиции, лечебное учреждение, сразу же ему была оперативно проведена операция, в ходе которой было удалено два органа, потому что спасти их нельзя было. Камеры наблюдения зафиксировали, как Сергей заходит в районное отделение полиции на своих двух ногах. Добровольно и без принуждения в сопровождении трех сотрудников полиции. Проходит через проходную. Происходит это в 12.38. Приехавши в райотдел, мы поднялись на четвертый этаж, на проходной. Я не расписывался. Там, где положено, когда расписывался, кто как. Я не расписывался, потому что сказали, что это на 2-3 минуты за метрами. Значит, зашли мы втроем в этот, ну, и в трое, как было, и я четвертый, зашли в кабинет. А вот на часах уже 19.24. Спустя 7 часов, проведенных в райотделе, Сергея выносят на носилка. Медики и сопровождающие заносят бесчувственного человека в карету скорой помощи. Что произошло за эти 7 злосчастных часов? Смотрите далее. Накануне Сергей возвращался домой из поликлиники. Проходя мимо школы, встретил знакомых. Остановился перекурить. Неподалеку на велосипедах катались подростки. Одному из знакомых гладыря взбрело в голову забрать велосипед у ребенка и уехать на нем в неизвестном направлении. Сергей, безусловно, опешил. Но прождав похитителя около 10 минут, решил пойти домой. Ведь обещал жене вернуться к ужину. В тот день дома его ждали домашние вареники со шкварками. Но как не поспешить? На следующий день гладырю позвонил участковому. Позвонил мне и сказал, что я явился. Я пришел, поговоря с ним, когда я с ним общался, приехала машина, вышли три сотрудника молодых. В полиции представились и попросили со мной проехать в райогил, как свидетеля о краже велосипедей. Я понял, о чем речь, я сопротивляться не стал. Я с ним сел в машину и поехал. Сергей, будучи уверенным в своей невиновности, отправился в Саксаганское отделение полиции Кривого Рока. Думал, вызвали как свидетеля. Хотел добровольно дать показания. Его завели в самый дальний кабинет на четвертом этаже райотдела. Один попросил мне сразу телефон мобильный. Вышел с кабинета. Остались их двое. Один из них начал спрашивать по поводу кражи велосипеда. Как только двери кабинета закрылись, один из полицейских начал настаивать на том, что Сергей не свидетель, а участник преступления. Мужчина категорически не согласился. Полицейский настаивал и требовал соучастников преступления. Они говорят, как ты с ними заодно. «Признавайся, где велосипед?» Начинают тонно мне буром говорить, где велосипед, ты с ними заодно участвовал. Я говорю, я без понятия». Тогда несговорчивого Сергея стали пытать. Один из них, долго не думая, меня берет и кулаками наносит мне два удара. Это с левой стороны, правой рукой получается, с левой стороны моего кровища. Такими методами полицейские, видимо, хотели выбить чистосердечное. Но жертва продолжала сопротивляться и отказывалась брать вину на себя. Удары посыпались с новой силой. Вскакивает второй его напарник. И обратно начинает меня бить. Я стою возле дверей в кабинете, чтобы меня закрыть двери. И наносит мне еще два-три удара рукой. Тоже приблизительно в эту же сторону пел. После череды ударов уже от двух полицейских мужчина осел на пол и чуть не потерял сознание. Прошептал – вызывайте скорую. Мне очень больно. Но стражи порядка лишь отмахнулись. Я говорю – вызовите скорую. Они говорят – ты врешь, ты симулируешь это все брехня. Сергей повторяет, что ему плохо. Тогда полицейские предлагают ему посидеть на стуле возле открытого окна в коридоре подышать свежим воздухом. Присев на стул, Глодырь понимает, что даже сидеть он уже не может. У мужчины темнеет в глазах, и он падает на пол. Неизвестно, сколько времени потерпевший провел на полу в коридоре районного отделения полиции. Но очнулся, когда его полицейские мучители обрызгали водой. А потом спросили – а что у тебя с давлением? Все ли в порядке? Когда я лежал, они говорят – у тебя давление, наверное, у тебя плохое давление. И дают мне бутылку водки и воды. Говорят – выпей целых два лотка, тебе станет легче. В состоянии аффекта Сергей пригубил из бутылки. Но тут же вырвал все содержимое. Стремительно стал бледнеть. У пострадавшего уже закатывались глаза, и лишь тогда полицейские позвонили в скорую. Этот звонок очень важен, и он есть в материалах дела. Скорая 22, Кривой Рог. Здравствуйте. Что случилось у вас? Алкогольное отравление. Почему вы решили, что это отравление? Чем оно проявляется? Бледнота, рвота. Это Кривой Рог? Улица какая? Балакина 2А. Балакина 2А – это полиция же? Да. А вы что, там задержаны? Нет. Просто проходил мимо. Вы на улице находитесь или зашли туда? На улице. Фамилия ваша? Это вам плохо? Миронов. Нет. Кому? Другу моему. Сколько ему лет? 30. Ожидайте. Личность звонившего устанавливает следствие. После того, как Сергею попытались влить водки, врачам скорой сказали, что у него алкогольное опьянение. Когда медики приехали, Сергей уже был без сознания. И врачам пришлось прямо в райотделе приводить его в чувства. Я открываю глаза, стоит врач. Говорит, давай руку. Я даю руку. Она меряет давление. Говорит, у нее давление ноль. Мне сразу дел ставят капельницу, приносят носилки. Это на носилках с капельницей. Мне по ступенькам спускают в скорую и отвозят в тысячку. Это больница. Привезли в больницу, одели маску, я заснул. Сергея ввели в состояние медикаментозного сна. Врачи стали бороться за его жизнь. Счет шел на минуты. После того, как его доставили непосредственно из помещения районного отдела полиции в лечебное учреждение, сразу же ему была оперативно проведена операция, в ходе которой было удалено два органа, потому что спасти их нельзя было. Как поясняют фирург, были очень большие разрывы и зашить их как-то, еще какие-то действия произвести невозможно было. Приходит медсестра, говорит, если бы еще минут пять максимум, пять-три минуты, то ты можешь от него же. Потому что когда мы тебя разрезали, у тебя весь желудок был в крови, мы полтора литра крови скачали. Пока Сергей боролся за свою жизнь, полицейские стали заметать следы. По словам пострадавшего, они в час ночи вызвали на допрос его гражданскую супругу. Полицейские хотели перекрутить эту ситуацию, историю, что мне стало плохо до того, как меня привезли туда, в райдел. Потому что я где-то с кем-то подрался, с кем-то конкретовал, и мне уже стало там плохо. А не тогда, когда все это происходило, на самом деле, что их работа, их физические дорога прикласты. Ее допрашивали четыре часа. Четыре ночи ее отпустили и сказали, вы свободны. И она пешком отсюда и шла домой, пока я лежал без сознания. По версии полицейских, мужчина уже пришел к ним с травмами. Однако их слова следствия не подтверждают. Изъяты регистраторы с камер видеонаблюдения. Было установлено, что работники полиции завели его добровольно, в нормальном состоянии. В ходе допроса хирургов было установлено, что в черной поражении было около пяти литров свежей крови. То есть она еще была не запекшаяся. Это говорит о том, что повреждения были свежие. Незадолго до доставки его в больницу. Пять литров кровопотери. Только представьте себе, все эти факты, по мнению следователя ГБР, доказывают, Сергей говорит правду. Увечья он получил именно в райотделе. Потерпевший добровольно изъявил желание выехать на место в этот райотдел и показать на месте механизм причинения ему телесных порождений. Выехали мы на место под видеофиксацию. Он показал кабинет, показал место, показал обстоятельства, механизм причинения ему телесных порождений. Как бы все совпадало с его показанием на месте следственного эксперимента. Нам удалось дозвониться адвокату полицейских, подозреваемых в превышении служебных полномочий. Однако пока сторона обвинения уходит от ответов. Здравствуйте, Богдан Николаевич. Я вам звоню по криминальному делу номер 072 от 18.07.2019 по поводу оперуполномоченных саксаганского ГОНП. Вы знаете, есть такое понятие адвокат, который имеется? Угу. Нельзя вчерашнего сотрудника органа внутренних дел, который назывался милиция, в один день превратить в полицейского, стандарты работы которого будут соответствовать европейским стандартам. На это нужно время, обучение, переквалификация, ну и много других сопутствующих моментов. Дело о краже велосипеда было закрыто за отсутствием состава преступления. Сергей после выхода из больницы встретил того самого знакомого, который украл велосипед у ребенка. Он говорит, серый, я услышал, что ты попал в больницу. Я говорю, Саня, ну зачем ты так поступил? Он говорит, серый, я не думал, что отбудешься. Да, ему штраф, он отдал деньги, мне велосипед вернули, он свободно гуляет. А я остался инвалидом. Случай Гладыря не единичный. Недавно в Черновцах пожилому мужчине сломали руку. Вот так, с применением силы, его задержали за стихийную торговлю. И недавний случай в городе Кагарлык, когда несколько полицейских прямо в участке насиловали свидетельницу. Наша задача, как сотрудников ДБР, на которых закон возлагает обязанность реагирования на эти события, быстро и слаженно реагировать. Превышение полномочий, статья 365, статья, предусмотренная 364 Уголовного кодекса Украины, имеют место факты поделки документов, которые квалифицируются как по статье 366 Уголовного кодекса Украины. Ну, разумеется, то, что известно, скажем так, широкому кругу людей из средств массовой информации, это получение взятых, как правило, либо вымогательство взятых. К сожалению, такие факты имеют место быть и, наверное, наиболее распространены. В Кривом Роге полицейские превысили свои полномочия и применили физическое насилие. Мы расследовали дело, оно было расследовано, направлено в суд. На данный момент оно слушается в одном из судов города Кривого Рога. Работникам полиции были вменены преступления, предусмотренные частью 3 статьи 365, это превышение служебных полномочий с применением физического насилия. И часть 2 статьи 121, это умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Совершенная группа лиц. Часть 3 статьи 365 предусматривает лишение свободы до 10 лет. Любой человек равен перед законом, абсолютно любой. От генерального прокурора до человека, который не имеет работы вообще. Преступление нельзя совершать в отношении любого гражданина, и не только гражданина. Лица без гражданства, находящиеся на территории Украины, есть такие? Да, есть. В отношении них нельзя также совершать преступление. Это работа правоохранительного органа реагирует на эти события. И если есть состав преступления в действиях, то необходимо, соответственно, наказывать виновного. Мы надеемся, что виновные будут наказаны в суде. Хочется добавить, что обратиться в Государственное бюро расследований просто. Внизу экрана вы увидите контакты и ссылку на официальный сайт ведомства. А мы благодарим всех, кто помогает герою нашего сюжета отстаивать свои права, наши с вами права. Этот случай мы разберем детально с советником министра внутренних дел Владимиром Мартыненко. А сейчас смотрим еще один сюжет. Ценой жизни молодого полицейского был задержан грабитель. Злоумышленник расстрелял правоохранителя при исполнении служебных обязанностей с пистолета Макарова. Будучи раненым и истекая кровью, оперу полномоченный Дарвин Потуданский из Днепра сумел задержать подозреваемого. Эта нашумевшая история заставила нас подробнее изучить дело, что же там произошло и сколько полицейских в Украине становятся жертвами преступников. Все подробности в нашем сюжете. В тот день Днепре было жарко за 30 градусов. Оперу полномоченный Дарвин Потуданский вместе с двумя своими напарниками утром отправился на службу. Во время отработки города, так на профессиональном сленге называют профилактический осмотр улиц, поступила ориентировка на машину преступника накануне совершившего ограбление возле банка. Через некоторое время полицейские заметили темно-серый форт. Машина была очень похожа на авто из полицейской ориентировки. Было принято решение ее остановить. Вы видите уникальные кадры. Частично момент кражи зафиксировала камера наблюдения. Преступник выбирается из своей машины и быстрым шагом направляется в сторону другого авто. Через некоторое время этот же человек выходит из-за угла с двумя большими сумками. Как потом установит следствие, именно в этих спортивных баулах злоумышленник вынес 3 миллиона гривен из соседней машины, которую он накануне ограбил. Буквально через несколько часов Дарвин остановит его машину на Запорожском шоссе. При осмотре у подозреваемого не оказалось при себе документов. И полицейские предложили ему отправиться в районное отделение полиции для выяснения обстоятельств. Один из группы поехал на служебном автомобиле, а двое других, Дарвин и его напарник Богдан, пошли к машине злоумышленника. Богдан сел за руль, а по-тудански на заднее сиденье вместе с подозреваемым. Как только машина тронулась, злоумышленник нашел заранее спрятанный в автомобиле пистолет Макарова и сделал 3 выстрела в сидящего рядом полицейского. Дарвин, истекая кровью, сумел достать наручники и успел надеть их на преступника. Когда приехала скорая, врачи констатировали смерть. Я командировал, это всегда горе и трагедия. Я терял своих детей. Всегда назначались такие вот серьезные служебные расследования. Безусловно, прокуратура разбудовала уголовные дела по факту гибели работника труда милиции. Докоды независимости за всех. Погибло больше тысячи работников из полиции. Соли 5 тысяч человек было ранено. Большие цифры, серьезные цифры, как навойти. Это говорит о том, что работа правоохранителя, особенно полицейского, она запряжена с риском. Когда он идет служить, он это должен понимать. Его учат в безопасности, учат защитить себя, учат защитить жизни других людей. Далеко не каждый способен опознать преступника по ориентировке. На оперативном видео зафиксировано. Уже по приезду следственно-оперативной группы из машины подозреваемого было изъято 3 миллиона гривен и тот самый пистолет Макарова, из которого был убит Дарвин. У патроннику находится стреляна гильза. По словам коллегу, по Туданскому было много планов на жизнь. Он мечтал работать в подразделении Корт, много тренировался, любил путешествовать. О Дарвине все отзываются, как о добром и отзывчивом парне. Я его знала особисто. Мы вместе пришли працювать на тот час до милиции. Всегда мог подбадерить, жартував. Это добрая людина. Дарвин пришел в полицию еще совсем молодым. Роковая случайность. Лишь за неделю до смерти его перевели на новую работу. З серпня 2016 року Дарвин Потуданський після служби в армії та роботи тренером в спортивной юнацькой школе був призначений на посаду переповноваженого карного розшуку Шевченківського відділення полиції. З 2015 року працював інспектором сектору кадрового забезпечення. У 2020 році вирішив повернутися до роботи оперативником. Много лише тиждень, як Дарвин Потуданський був призначений на посаду оперуповноваженого. Дарвин дрался до последнего, як солдат. Он прикривав друга, который був за рулем. И принял реально смертельную пулю на себе. Мы разыскали одноклассницу погибшего полицейского. Анна вспоминает. Мы были очень крепкими, под крепким классом, действительно. И Дарвин проявлял максимально дружественно, коллективно. Он всегда был во всех наших каких-то мероприятиях участвовал. Он был искренним, настоящим для каждого из нас. Свои 30 Дарвин не был женат и не имел детей. Но очень их любил и все свое свободное время проводил с семьей своего лучшего школьного друга. Был крестным отцом его детей. Для одного из одноклассников он стал не только другом, но и кумом. И они братьями друг друга назвали. Похороны Дарвина проходили в городе Новомосковске. Собралось большое количество людей, съехались друзья, знакомые, родственники. Очень многим до сих пор тяжело говорить. Комок в горле. Для нас это очень большая потеря, для каждого из нас. К сожалению, не все смогли приехать сегодня. Но каждый из ребят выражается болезненным, а не близким. И каждый мысленно сейчас с нами. Первый раз на кладбище звучат залпы из боевого оружия. Сослуживцы Дарвина на похоронах говорили о героизме погибшего полицейского. Далеко не каждый смог бы раненым обезопасить преступника. У нас в полку есть поверье о том, что мужчина, который родился воином, погиб в бою, не может просто исчезнуть с этой земли. Мы верим в то в полку, что эти души отправляются в другую армию, в свет. И пока они сражаются там и прикрывают наш тыл, всегда будет свет в этом побеждать мире. Если их там уже не будет, значит не будет нас. Мы считаем, что нужно умершему положить свой последний патрон, чтобы было ему чем отстреливаться там и прикрывать наш тыл. Героический поступок Дарвина не вызывает сомнений. Его родители вложили всю душу в воспитание сына. Для них и для его друзей важно знать, их сын и коллега погиб не напрасно. Для меня принциповая позиция, чтобы данный негидник понес законный термин покарания. Подозреваемый уроженец Днепра ранее не судимый. По профессии водитель, по факту грабитель и убийца сейчас находятся под стражей. Индустриальный районный суд города Днепро избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней. После смерти Дарвина, учитывая героичность поступка молодого полицейского, президент Украины принял решение наградить его орденом за мужество. Посмертно. Сегодня президент Украины подписал указ, каким посмертно наградил Дарвина орденом за мужество. Мы сегодня благодарим Дарвину и с повагой провожаем его остальный шлях. Служил Дарвин в Днепре, но родился в пригороде Новомосковске. Многие местные жители соболезнуют семье погибшего и гордятся героическим поступком своего земляка. Действительно, очень жаль. Считаю это героическим поступком. Жаль, что герои становятся после смерти. Искреннее соболезнование родным, близким, его друзьям. Считаю, что именно такие люди должны быть в полиции, дабы обычным гражданам жилось тихо, мирно и спокойно. Правда, очень жаль такого парня. Мы всей командой программы «Право на право» выражаем глубочайшее сочувствие родным и близким Дарвина Потуданского. И еще раз благодарим за то, что знаем своих героев. Вместе со мной в студии советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Я не могу не задать вам вопрос о плохих копах в полиции. Потому что в истории с парнем, которого избивали в Кривом Роге, это совсем молодые полицейские. 93-96 годов рождения. Что делать, чтобы таких людей не было в рядах полиции? На самом деле в полиции работают живые люди. Это люди, которые есть представителями украинского общества. И у нас нет роботов. То есть они полностью отображают, отзеркаливают то, что происходит у нас в обществе. И на самом деле те проблемы, которые есть в обществе, они очень сильно отображаются и на работе, на жизни полицейских. И они эту жизнь свою внутреннюю переносят и на работу. И поэтому там случаются и негодяи. Случаются и те, кто пришел не защищать закон, а те, которые нарушают закон. Мы постоянно с этим боремся. И на самом деле есть результаты. Но говорить о том, что в 150-тысячном коллективе полицейских будут все абсолютно идеальны, это далеко от правды. Но должны же быть какие-то проверки. На самом деле у нас работает и департамент утренней безопасности. И этот департамент на самом деле документирует очень много правонарушений и преступлений, которые делают полицейские. И на самом деле таких, если мы посчитаем в разрезе года, то это приблизительно около двух случаев в день. То есть за год это приблизительно около 700 случаев. И все те органы государственные, которые контролируют работу полиции, в 90% случаев выявления таких моментов как раз узнают от департамента внутренней безопасности. Поэтому постоянно это происходит. Но опять же таки, говорим то, как есть. У нас очень много людей работает, и эти люди разные. Не могу не спросить о Дарвине Потуданском, который ценой своей жизни задержал преступника. Что делает полиция для того, чтобы не допустить таких случаев? На самом деле это пример, который говорит о том, что в полиции работают на самом деле те люди, которые отдают не только свое здоровье, иногда и свою жизнь для того, чтобы бороться с беззаконием. На самом деле, давайте говорить прямо, полиция стоит с одной стороны закона, а преступники совсем с другой. И эта борьба происходит постоянно, и давать какой-то, какой-то выдумывать один рецепт, который бы смог ситуацию полностью исправить, нет. Вот тут вся работа полиции, она и настроена на то, чтобы таких случаев не было. И вот нашумевшая история с киднеппингом, когда трое мужчин задержали молодых ребят 14-16 лет, закрыли их в гараже, пытали, и удалось очень быстро найти преступников. Как так получилось? На самом деле оперативные подразделения работают достаточно эффективно и достаточно быстро, и мы можем видеть это по результатам их работы. И тут очень важно, наверное, тот фактор, который не раскрытие само, хотя это очень, безусловно, очень важный фактор, а очень важно сработать так, чтобы предупредить, чтобы этих преступлений не было просто. И тут идет речь о том, что в том числе и родители должны за своими детьми больше уделять внимания, больше наблюдать, в том числе и окружающие. А работу полицейских, я думаю, общество оценит и как раз и те методы, и те оперативные возможности. Вот по таким результатам, по такому быстрому раскрытию как раз и общество и дает оценку работы полицейских. Спасибо вам за ваши ответы и за вашу работу. Мы будем следить за этой историей в следующих выпусках. А зрителей нашей программы ждет бесплатная консультация. У нас работает горячая линия, правовой центр. Пишите на почту право-собачка-канал Дом-ТВ, и мы сделаем все, чтобы вам помочь. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok